57 миллионов рублей составляет просроченная задолженность губкинцев за коммунальные услуги. К тому же в ноябре в квитанциях об оплате коммунальных услуг появилась дополнительная строка «Взносы на капитальный ремонт». В размере 10 рублей 50 копеек за один квадратный метр. Данные взносы должны платить каждый собственник жилого помещения, если он является собственником жилого помещения или нежилого помещения, которое расположено в многоквартирном доме. Платежи по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов никак не связаны с платежами ресурсоснабжающей организации «Ямалкоммунэнерго». Это две разные организации, это два разных поставщика, для которых филиал «ЕРИЦ ЯНАУ» в городе Губкинске оказывает услуги платежного агента. Точно так же, как и за несвоевременную оплату коммунальных услуг, за неуплату средств на капитальный ремонт будет начисляться пение. Из расчета 1,03 ставки рефинансирования Центробанка. А с 1 января 2016 года в начисление пени будут внесены изменения. Первый месяц от 0 до 30 дней пеня не берется вообще. Значит, второй этап расчета пени с 31 дня задолженности по 90 день задолженности берется в расчет 1,03 ставка рефинансирования. И с 91-го и последующие месяца в расчет берется 1,03 ставка рефинансирования Центробанка на момент расчета. Специалисты Единого расчетно-информационного центра надеются, что начисленные штрафы сподвигнут граждан оплачивать коммунальные услуги своевременно. Очень жесткие рамки поставщиков электроэнергии, очень жесткие рамки поставщиков ресурсов, значит, нефть, газ тоже. Ну, ресурсоснабжающая организация обязана выполнять свои договорные обязательства. Но в силу того, что имеется такая большая задолженность, понятно, что обеспечить поставку тоже, ну, как сказать, невозможно. В сроки, которые оговорены в договоре. Чтобы снизить задолженность населения перед ресурсоснабжающей компанией, Ямал Коммунэнерго совместно с филиалом ЕРИЦ ежегодно проводит акцию в Новый год без долгов. Граждане, которые вперед с 15 декабря по 10 января полностью погасят долги за коммунальные услуги, начисленные штрафы оплачивать не будут. Екатерина Склева, Александр Анфимов, Новости Губкинского.